Всем доброго вечера! Сейчас я хочу вам показать, где происходят собрания членов СНТ, где разыгрывается та мелодрама о повышении взносов на 100 рублей, где утверждаются отчеты и прочие документы финансовые. Смотрите, это не римский колизей, но страсти здесь кипят порой очень сильные. Это специальное сооружение, для того, чтобы люди могли выразить свое мнение или объявить вотом недоверие председателю. И видите, даже березка слегка наклонилась от кипящих здесь страстей. В общем, это уникальное место, где я иногда бываю, сижу я сзади, просто прихожу посмотреть и послушать. Сидения очень комфортные, и они отличаются изысканным эргономическим дизайном и предназначены для того, чтобы здесь могли разместиться все дачники. Для тех, кто устал или сидит сзади, попивает пивко, предусмотрен специальный мусорный бак. В него уставшие дачники после политических дебатов, которые разворачиваются на этой арене, выбрасывают свой мусор и идут. Знаете, куда они идут? Они идут вон туда. Это палатка, где уставший дачник, уставший путник может купить себе хлеба или купить воды. Сейчас мы подойдем и посмотрим на это величайшее торговое сооружение всех времен и народов. Вот, посмотрите. Нет, это не Орловская губерния, это не Смоленская губерния, это Подмосковье, это наша реальность. Но до вершения всего служит вот это. Это уникальное било, отдающее Средневековьем. Очевидное его наличие здесь объясняется тем, что здесь практически отсутствует связь. Здесь еле-еле работает WhatsApp, и поэтому о начале проведения собрания, ну, я, правда, это не знаю, и я это не проверял, и, вероятнее всего, здесь бьют в это било, для того, чтобы оповестить их шленов СНТ, о том, что начинается настоящая дачная вечер.